МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире своего ТВ новости. В студии Екатерина Сегедаев. Главная тема. Большая уборка после большого дождя проходит в Ставрополе. Каким улицам досталось больше всего? Джимиль Ибрагимова подытожит. Рискованная поездка. Почему таксист не довез пассажиров до пункта назначения в Ставрополе? Объезжать ямы больше не придется. Где отремонтируют дороги? Теперь подробнее об этих и других событиях. В трех ставропольских селах капитально отремонтировали ФАПы и амбулатории. Вопросы развития в крае первичного звена здравоохранения обсудили на совещании, которое провел губернатор Владимир Владимиров. Модернизируют медучреждения в рамках инициированной президентом программы. В 2021 году планируют капитально отремонтировать 118 объектов. Также в крае начнут возводить 29 лечебных учреждений. Пополнится и автопарк. В больницы края уже поступили 50 новых машин. Развитие системы первичного звена здравоохранения продолжится в 2022-2023 годах. Идем дальше. В Ставрополе устраняют последствия ливня, который обрушился на город накануне. Осадков было так много, что где-то дороги превратились в реки, а где-то затопило дома. Больше всего досталось юго-западному району краевой столицы. Обо всем по порядку в материале Джамиле Ибрагимовой. Снег, реки, апокалипсис. Так накануне выглядели улицы в юго-западном районе Ставрополя. Машины, как катера, разрезали толщу воды. Какие-то глохли, какие-то медленно, но продолжали движение или даже плавание. На улицах, которые превратились в полноводные реки, можно было встретить и водных обитателей. Район военного городка где-то что-то прорвало. Плавает карась. За сутки почти месячный объем осадков. Такого дождя не выдержала многоэтажка на улице Пирогова. Затопило подъезд. Лило с потолка. У жильцов от такого зрелища нет других слов, кроме как бранных. Первый этаж. В результате стихии досталось этому дому надаваторцев. Воды здесь оказалось так много, и деваться ей было некуда, поэтому она затопила подвал. Как мы видим, затопила она его очень сильно, так что спасатели откачивают воду до сих пор. И до сих пор не могут сказать, сколько там ее еще остается внутри. В дело идут мотопомпы, ведь иначе такое количество жидкости не выкачать. Дому досталось больше других, ведь он находится в одной из самых низких точек города, и ливневок тут практически нет. Из-за разгула стихии жильцы остались без воды, но для них организовали подвоз. Ужасно. Такого я еще не помню, чтобы так прям... И такие последствия, теперь сидим без воды. Подвал полон, теперь неизвестно, когда нам вообще воду дадут. Ждем решения вопроса. Специалисты работали весь день, и если потребуется, будут работать в ночь, пока не приведут все в порядок. В режиме круглосуточно трудились и дорожные службы. Коммунальщики почищали ливневые решетки от мусора, который принес дождь с ближайших полей. Из-за этого они не справлялись с объемом воды. Глава города Старополь Иван Иванович Ульянченко лично побывал на проблемных участках. Это вот 45-я параллель. Даваторцев, проспект Российский. И дал поручение по оперативному устранению проблем, связанных с затоплением улиц. И в настоящее время ведутся работы по уборке наносов песка и гравия с проезжей части дорог и пешеходных зон. Всего же в большой уборке задействовано 12 единиц техники. А специалистам еще предстоит провести оценку ущерба. К слову, погода в Ставрополе продолжит испытывать нас на прочность. Синоптики предупреждают жителей о вновь надвигающихся дождях. Ну а зонтик на готове держат Джамиля Ибрагимова и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Обильные дожди могут привести и к паводкам. Поэтому метеорологи региона в эти дни особенно внимательно следят за уровнем воды в реках. Измерения делают дважды в сутки, вручную. И каждый час показания передают специальные приборы. Как проходят исследования и опасаться ли разливов воды в ближайшее время, узнал Леонид Нечапыренк. Ежедневно в 8 часов утра и в 8 часов вечера наблюдатель приходит, снимает показания по реке и потом передает нам в город Пятигорск. Кисловодск, река Подкумок. Этот участок берега особенный. Не только потому, что живописный, а рядом железнодорожный мост. Тут участок наблюдения метеорологов. По этой реке они следят за уровнем воды. В последние дни он даже упал, а в этом году еще не превышал средних значений. Проверять уровень воды с моста, это, конечно, жутковато, но не более того. А вот чтобы измерить температуру воды, тут уже обязательно спуститься к самой кромке. И это уже по-настоящему опасно. Вот если кто-то из журналистов думает, что у них сложная работа, то вот, пожалуйста, метеорологи. Каждый день, два раза, утром и вечером приходится совершать вот такой спуск и подъем по довольно крутому склону. Ну вот мы уже у самой воды, теперь, вооружившись таким специальным термометром, опускаем прибор вниз. И теперь нужно подождать примерно 10 минут. Ну и вот спустя какое-то время можно узнать результат. Термометр показывает, что температура этой воды примерно 13 градусов. Людмила Ивановна вот уже 15 лет измеряет показания на этом участке. Она, в отличие от метеорологов-любителей с микрофоном, точно знает, что для такой работы лучше подойдет удобная спортивная одежда и обувь на рифленой подошве. Женщина не боится ни воды, ни высоты, ни крутых подъемов. Как опытный каскадер, привыкший к опасным трюкам или дрессировщик, каждый день помещающий голову в пасть хищника. Я же давно работаю, я привыкла. Как бы я осторожно, все нормально выполняю, соблюдаю технику безопасности, все аккуратно выполняется. Кроме ручных измерений используются и автоматические. В регионе действует четыре специальных гидрологических комплекса. Здесь мы видим контроллер, который накапливает данные, которые приходят с датчика. Датчик находится в русле реки. При достижении неблагоприятных отметок датчик начинает работать в очищенном режиме. Если сейчас он работает, снимает показания каждый час, то при достижении неблагоприятных отметок он начинает работать каждые пять минут. Но в этом году таких случаев пока не было. Несмотря на сильные местами дожди, уровень воды в реках региона даже не приближался к критической отметке. Метеорологи прогнозируют, что так будет как минимум до конца месяца. Достижения критических отметок до конца мая не ожидается. Это уровни ниже отметки вылива на пойму находятся ниже на 60 сантиметров. От 60 сантиметров до 4 метров. Всего же в регионе 24 таких метеорологических поста. На Кубани, Куме, Калаусе, Подкумке. Так что если уровень воды начнет подниматься до излишне высоких отметок, специалисты должны заметить это первыми и всех предупредить. Леонид Нечапуренко, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. 27 мая губернатор Владимир Владимиров выступит с ежегодным посланием. Заседание Думы посвятят итогам деятельности краевого правительства за 2020 год и ключевым целям и задачам для органов власти. Вопросы коснутся социально-экономической, общественно-политической жизни региона. В церемонии примут участие краевые парламентарии, руководители территориальных управлений, региональных министерств и ведомств. Члены правительства Ставрополя, а также представители общественности. Прямую трансляцию вы можете посмотреть на нашем телеканале уже в этот четверг в 10.00. Не пропустите. Улицу Красно в Ставрополе сделают безопасной и комфортной. Дорога, которая пролегает через частный сектор, сильно износилась. Там капитально отремонтируют покрытие и работы планируют завершить уже к концу мая. Другие новости края коротко в нашем обзоре. В селе Дубовке Шпаковского округа отремонтируют почти 5 километров дорог. Обновят участки улиц Кирова, Флотской и Шоссейной. Они очень важны для жителей, так как по ним люди добираются к школе, аптекам, амбулатории и другим соцобъектам. Специалисты уже приступили к обустройству нового асфальтобетонного покрытия. Работы проходят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В Ставрополе благоустраивают сквер на улице Даваторцев. Там уже создают дорожки для прогулок. Планируют также установить качели, спортивные детские площадки с современным оборудованием, а также скамейки. Территорию озеленят. Работы проходят благодаря губернаторской программе поддержки местных инициатив. На территории поселка Нового Георгиевского округа завершается строительство водопровода. Уже уложили 720 метров полиэтиленовых труб. Также в поселке обустроили три колодца. Возводят объект в рамках федеральной подпрограммы комплексное развитие сельских территорий госпрограммы «Края развития сельского хозяйства». Это все новости к этому часу. Еще больше их на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там много полезного. И присылайте ваши вопросы на наш номер 8 928 350 80 70. Мы постараемся на них ответить. И напоминаю, свое ТВ есть во всех социальных сетях. Подписывайтесь на наши страницы. Ну а чтобы узнать более подробнее, наведите камеру смартфона на экран и отсканируйте QR-код. Сейчас прогноз погоды с моей коллегой Викторией Шкальной. Я передаю ей слово. С вами прощаюсь. Меня зовут Екатерина Сегеда. Всего доброго. Здравствуйте, дорогие зрители Своего ТВ. Расскажу о погоде на четверг, 27 мая. При облачной синоптике обещают небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 15. В Изобильном и Новоалександровске также дожди. Там плюс 25 градусов днем и плюс 17 ночью. В Пятигорске и Кисловодске ожидается гроза. Днем там плюс 20 градусов, ночью плюс 14. В Минеральных водах Малооблачно плюс 24 градуса днем и плюс 15 ночью. На востоке Ставрополье жарче, но дожди не утихают. Это, конечно, благоприятно скажется на посевах, за что все дачники точно скажут спасибо. В Ипатово и Арсгире плюс 29 и плюс 17. В Буденновске и Нефтекумске плюс 28 и плюс 18. В Дивном жарче плюс 30 градусов днем и плюс 19 ночью. На этом у меня все. Увидимся на Своем ТВ. Субтитры подогнал «Симон»